Сегодня у нас с вами тема, вы помните, дисциплина и самоорганизация. Тема сложная. Будем говорить много о деньгах, о доходе, о успехе, о вещах, которые даются сложно. Поэтому многие вещи, которые я сегодня буду рассказывать, вам не понравятся, потому что если бы вы их делали, вы бы сегодня не пришли. А раз вы пришли, значит вы их не делаете. А раз я это веду, значит я тоже это не делала когда-то, понимаете, да? То есть я профессионал, поэтому я здесь. Но что-то я уже сделала, поэтому рассказываю вам об этом. А над чем-то тоже еще работаю. Меня зовут Лена Тарарина. Почему я сегодня рассказываю о дисциплине и самоорганизации? Мне 37 лет, я мама двоих детей, один из них усыновлен из детского дома. Я написала 27 книг. Я обучила за 22 года своей практике более 100 тысяч человек из 15 стран мира. Наш бизнес развивается в 15 странах мира. У нас есть наши филиалы или представители. Мои книги изданы на четырех языках мира. Я живу в четырехкомнатной квартире практически в центре Киева. Что вам еще сказать? Я чудесно выгляжу, я очень умная. И все это, как вы понимаете, результат моей самодисциплины и самоорганизации. Вот. Ну, конечно, я уже давно заработала свой первый миллион, и поэтому я рассказываю и о деньгах, и о бизнесе, и организации. И сегодня я вас попрошу задавать вопросы согласно теме, хорошо? Ну, то есть мне есть что рассказать, мне всегда есть что рассказать. Ну, это просто единственное, что я умею делать — рассказывать. Поэтому будет ценно, если вы будете задавать вопросы. Сегодня будет много экспериментов. Бедный вчерашний был YouTube, потому что я пересмотрела все на эту тему. Спасибо вам, узнала много интересного. И поняла, что все просто пересказывают друг друга. И поняла, что вы, наверное, это все тоже посмотрели, и надо вам что-то новенькое рассказывать сегодня. Очень ценно, что у нас много мужчин в зале, потому что они в вопросе самодисциплины организации гораздо продуктивнее и успешнее, чем женщины. Женщины, конечно, красивее — в этом наш плюс. Но мужчинам добиться результатов в самодисциплине проще. Если они не впали в позицию «мне нормально и так сойдет». То есть очень важно, чтобы вы сейчас отследили у себя эти позиции. Мы будем идти по плану. Вы, когда на «Мудрый завтрак» приходили, план смотрели все. Правда? Вот у меня есть привычка заканчивать вовремя и идти по плану. И это первое, что стоит записать, как проверить себя на дисциплину. Вы должны приходить вовремя, уходить вовремя. И пока вы этот навык себе не выработаете, все бесполезно и бессмысленно. Что такое самодисциплина и самоорганизация? Это всегда диалог у вас с самим собой. То есть каждый раз, когда вы хотите поговорить с умным человеком, поговорите с собой. Как? Путем самодисциплины и самоорганизации. Когда я спрашиваю у людей, что такое самодисциплина, у многих возникает ощущение, что это выглядит так. Тряпка — соберись, значит, завтра все наладится, все будет хорошо, надо пережить только сегодняшний день. И какие-то общие фразы, которые непонятны. Первое правило самодисциплины и самоорганизации звучит так. Нужно привыкнуть к неудобствам. Вот просто это первое, с чего мы с вами начинаем сегодняшнюю встречу. Вам неудобно вставать в 5 утра, вы встаете в 7, начните вставать в 6.40. Не надо сразу вставать в 5 утра, это неправильно. Второе правило. Важно понимать, что я хочу, к какому моменту и как это в цифрах. Что я хочу, к какому моменту и как это в цифрах. Если вы когда-нибудь пойдете со мной на кофе, то вы увидите следующий ежедневник, в котором в ноябре, а в этом году в октябре 2020 года, было уже полностью расписано каждый рабочий день 2021 года. То есть если я открою сейчас свой планинг, я вам могу сказать, какой у меня идет курс, какой у меня идет марафон, что в записи, что живое, какая конференция, какой фестиваль, что происходит вплоть до 31 декабря 2021 года. И вы должны сказать, это не может быть такого. Ну, кто меня знает давно, тот знает, что это правда. Кто не может быть, приходите, я вам покажу. Что мне это дает? Смотрите, первое. Когда ты знаешь, что у тебя есть такой план, то твое подсознание, мысль даже не закрадывается, что ты должен болеть. Понимаете? Нет времени. Ну, как бы некогда. Люди в Казахстане уже купили билеты на твой фестиваль в октябре 2021 года. Уже и до продажи. Я же не могу подвести бедный Казахстан. Понимаете? У них и так вечные кризисы. Понимаете? В Латвии там, я не знаю, книгу собираются издавать. Ну, надо же поехать на презентацию. Ну, как бы надо тоже быть здоровым и чтобы у тебя были деньги на перелет. Понимаете? Ну, то есть это не бизнес-проект, это имиджевый проект. И так далее. Когда у вас есть план, вы понимаете, ну, этот год придется пожить. Ну, как-то придется пожить. Лучше хорошо пожить. Следующий вопрос. У нас в компании работает почти от 30 до 40 человек в зависимости от разных курсов. Мы набираем людей под проекты. Вот представьте, вы работаете в нашей компании и вы точно знаете, что у вас на год будет зарплата. Ну, мы работаем в основном в онлайне. Коронавирус, ну, слава богу, еще не распространился в интернет. Он не поражает высокой температурой, отсутствием запаха мой компьютер. И, ну, я могу спокойно работать. То есть человек, который работает в нашей компании, точно знает, что мы есть чем кормить свою семью, своих детей и так далее. Это дает мне чувство уверенности в моих сотрудниках. Конечно, куда они денутся с тонущей подводной лодки во время коронавируса? Никуда приходят на работу красивые, нарядные, доброжелательные. Никто не хочет увольняться, понимаете? Ну, если кто-то хочет увольняться, то это мы хотим, чтобы он увольнился, потому что он не подходит по каким-то своим критериям компании или мы ему не подходим и так далее. То есть важно, чтобы у вас был вот этот план. Вы мне скажете, Лена, вы руководитель компании, я не руководитель компании. Что мне делать? Вам делать очень просто. Ведь у вас есть ваша работа, в которой вы хотите получить какие-то результаты. Правда? Хотите? Хотите. Есть результаты, которые вы хотите получить весной, они должны быть прописаны. Если я вас сейчас попрошу любого в этом зале открыть свой ежедневник, у большинства из вас этих результатов нет. На бумаге они не написаны сейчас. Я права? Вопрос. Кто должен прийти к вам, Домская? Здравствуйте, извините, пожалуйста. Как вас зовут? Елена, можно я запишу в ваш планинг ваши результаты? Ну, это странно, да? И мы готовы платить коучам, психотерапевтам, там еще кому-то, чтобы кто-то с нами посидел, и мы составили свой, собственный план. В этом нет ничего плохого. Найдите себе человека, посидите с ним, составьте. Но можно и самому составить. Но тогда возникает вопрос, а я же уже так делала, оно не работает. Почему? И ответ очень простой. Потому что мы не привыкли давать себе значение. Потому что мы думаем, что слова, сказанные себе, ну это такое, а слова, сказанные другим, это важно. Понимаете? А на самом деле и то важно, и это важно. И другим то, что мы говорим, важно. И то, что мы себе говорим, важно. Поэтому, если у вас нет видения на год, а вот это очень просто составить видение на год, то есть просто спросите себя, сколько раз вы хотите в этом году поехать в отпуск? Один неправильный ответ. Наши родители, живя в Советском Союзе, работали в чудесных условиях, имели потрясающий соцпакет. Они не были перегружены дополнительными заработками. Наши родители, только если были суперпроворные, имели бизнесменскую жилку, подрабатывали после работы. Все обычные люди просто приходили с работы, шли в семьи, отдыхали, ходили в клубы, играли в шашки, шахматы, катались на великах. Понимаете? Мы с вами работаем в другом мире, нам нужно отдыхать больше, чем один раз. Поэтому первый вопрос простой. Сколько раз вы поедете в этом году в Карпаты, куда там, на Белосарайскую косу, в этот порт, как его, в железный порт? Вот сколько раз вы поедете? Это же простой вопрос. И сразу у вас поднимаются суммы, вот так вот. Ну, я вам скажу так, можно поехать в Одессу просто за тысячу гривен. Провести там четыре дня чудесно. Да, не жить в Риксесе, но нормально время провести. Ну, согласно тому бюджету, который у меня сейчас есть. Но ваша поездка — это ваша реализация, вашего плана маленького. Нет, на Одессу поедьте в Белую Церковь, Петкиевом. Белая Церковь — чудесное место. Проведите там, сходите во все кафе самые классные Белой Церкви, попейте там кофе. Там столько стоит кофе, вы резко отбавитесь от кофезависимости. Это очень помогает. Второй вопрос. Где я себе беру энергию, за счет которой я еду? Если вы посмотрите мой планинг... Я не говорю, что вы должны делать, как я. Я вам просто рассказываю, как я. Это понятно делаю, да? Это важно. Если вы посмотрите мой планинг, то каждый месяц у меня написано «Нарисовать картину». И у меня есть у художницы график до конца года, в какой день, недели, месяц я встречаюсь и пишу свои картины. Важно. Независимо от того, есть у меня настроение, нет у меня настроения, ПМС у меня, ММС у меня, и что же там у меня происходит. Это вообще неважно, понимаете? Потому что если я туда не схожу, меня нагребет еще больше, и я подумаю о себе плохо. А если я подумала о себе плохо, то я здесь подумала о себе плохо, и там потом подумала. И кажется, это привычка думать о себе плохо, и кажется, что я уже плохая. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Профессионалы все. Дальше. Вождение. Чудесное вообще. Страх Господень только. Знаете, пусть, у меня есть такой девиз, пусть другие боятся. Знаете, рядом сидит инструктор, у него есть свои две педали. Он сказал, Лена, значит, в машине вы не бойтесь, бояться буду я. Вы просто учитесь водить. И все, и я как бы не боюсь. То есть, к чему я вам это рассказываю? К тому, что это тоже дает мне силы, это тоже моя какая-то заправка своего рода. Каждый четверг после занятий йоги, где Оксана? Вот этот человек, ты тоже молодец, да. Вот этот человек слушает мой вой, я занимаюсь занятиями по вокалу. И сверху пока не стучали в батареянном соседи, поэтому я надеюсь, что все хорошо. Хорошо ли я пою? Ужасно. Что мне говорит на это Оксана? Она меня хвалит, как настоящий педагог, верит в меня и все такое. Чем это мне оборачивается? Вы знаете, у нас сейчас такой момент, когда я еще хорошо не пою, но где я лажаю, я уже слышу. Это ужасно. То есть, ты просто два часа слушаешь, как ты лажаешь все время. Но тебе обещают, что однажды ты запоешь. Ну и я просто верю своему учителю, понимаете? Как это связано с деньгами, с бизнесом? Никак. Ты наоборот еще за это приплачиваешь, за то, что ты поешь, рисуешь картину, водишь, деньги отдаешь. Но это дает тебе энергию, с помощью которой ты в своих делах и в своих целях не падаешь. Поэтому мой следующий вопрос к вам. Где в вашем планинге написано, что каждую среду у вас вокал, каждый четверг вы там пишите картину, каждый вторник у вас вождение? Если это не вождение, просто ходите каждый вторник час по парку. Ребята, это очень ресурсно. Это очень ресурсно. В Киеве кличко для вас старается, понимаете? Зацените старание мэра просто. Он сделал невероятно красивые места. Подумайте, что вы делаете весь год. И знаете, у меня была девочка одна на консультации, она говорит, это я что, должна каждые вторники в своем планинге написать, что я делаю вот это? Это же отнимет мою свободу. Я говорю, представляешь, да. Это отнимет твою свободу. И ответ на вопрос, почему мы не живем по плану, который нас же драйвит, наполняет, развивает, потому что мы боимся потерять свою свободу. Так я вам хочу сказать, что коронавирус, бедность, нищета, плохие мысли о себе все равно сожрут вашу свободу. Тогда вопрос, кому вы хотите отдать свою свободу? Добровольно, понимаете, о чем я говорю? Надо отдать добровольно время своей жизни тому, что вас развивает. И первое, что я бы хотела просить вас, чтобы вы сделали после этой встречи, это пришли домой, взяли, купили себе планинг, если у вас еще нет, и спросили, что я хочу делать каждый четверг. Если для вас это ходить в спортзал, отлично, потрясающе, проплатите абонемент, и лучше такой, чтобы он сгорел после первого же пропуска. Просто вот, ну как бы, прям еще приплатите в спортзал, чтобы они проверили, пришли вы или нет. А лучше жене. И тогда кто-то из вас станет миллионером. Ну, как минимум, один в семье будет успешен. В общем, надо подумать, чем вы заполняете свое время. Потому что, если не вы заполняете свое время, то другие люди будут заставлять вас заполнять свое время. Как понять, что у вас проблемы с самоорганизацией? Есть такая штука, называется Я-менеджмент. Курс называется Я-менеджмент. То есть, как управлять собой. И, собственно говоря, вот эти наши два часа сегодня с вами, это отрывок из этого курса. Скажите, я понятно объясняю вот до этого момента? Хорошо. Критерии того, что у вас проблемы с внутренней дисциплиной и самоорганизацией. Я просто назову, игра называется Узнай себя. Делаю долго, чтобы я не делал. Долго не могу начать. Часто откладываю. Часто говорю, все будет хорошо, надо подождать. Не хочу делать то, что надо. Ничего не успеваю. Вечно недоволен собой. Часто опаздываю и оправдываюсь. Узнаете? Прекрасно. Честность — это прямо наше все. Топ-7 главных ошибок в управлении своей продуктивностью. Готовы? То есть сейчас я вам скажу 7 вещей, которые вы все делаете. Это неправильно. И я это делала. И это неправильно. Готовы? Первое. Ожидание удачи. Вот вы начинаете что-то делать, и обычно человек верит, что ему повезет. Но это неправда. Потому что, послушайте, ни на каких дорогах никогда постоянно не горит зеленый свет. Есть мир. Он живет отдельно от вас, понимаете? Метафора — это дорога. У меня сегодня очень много автомобильных метафор. Такой период у меня в жизни. Смиряйтесь. Дорога. И вы выезжаете на своем автомобиле на эту дорогу. И вы не знаете, зеленый там будет или красный. Вы ни в чем не виноваты. И если красный человек видит, то есть он пошел первый раз на танцы или на английский, с него там обсмеялись. Он там, потому что не спикинг лишь он еще. Ну не спикинг лишь человек французский учил в школе. И ему стыдно, неудобно, неловко. Ну, условно, красный на дороге не получилось. И он говорит, не, не, мне туда не надо. И опять свернул на свою боковую дорогу в леса. А подсознание ему говорит, тебе давай на центральную, на главную, выезжай, давай, смотри, рули смело. Ему опять красный, тыдыщ. Он не виноват, просто случайно красный. Понимаете? И любой нормальный человек, усидчивый, самодисциплинный, он скажет, слушайте, надо просто подождать. Надо еще просто постоять пару минут, подождать, пока зажжется зеленый. Ну, то есть сделать еще какое-то количество попыток. Нашу маму и тут, и там показывают. И в этот момент важно не слиться. Что сливается, вы знаете. Вы не это, не надо сливаться. Да? То есть ни на какой дороге всегда не горит зеленый. Это нормально, что вам будет иногда не везти. Если вам не повезло, это не значит, что вы делаете неправильно, что вы плохой человек. Если вы попали в компанию, где у вас работа не очень, где вы не можете развиваться, где люди делают непонятно какие дела. Знаете, иногда ты был такой классный человек, пришел в компанию, а там, ну, я не знаю, там все курят, я не знаю, выражаются, и вообще вот это слово «духовный рост» звучит, как в детском саду слово «попа». Все смеются два часа, и никто не понимает, о чем речь. Ну, то есть если вдруг вы попали в такую компанию, это не означает, что это ваша судьба или это ваша жизнь, это означает, что вам нужно просто сменить работу. И если вы сегодня здесь, если вы сегодня сюда пришли, значит вы сами или кто-то в вашей жизни верит, что вы другой человек. Ну, то есть вы не верите в то, что вы такой, какой вы есть, вы верите, что вы больше. И это правильно, так думать. Итак, первая ошибка – ожидать удачи. Это не означает, что мы все время готовим себе красный деревянный пиджак на случай, если вдруг не получится. Ну, то есть мы не ждем ни удачи, но мы и удачи тоже не ждем. То есть мы готовы и к красному свету, и к зеленому, это понятно? Окей, первая ошибка – ждать все время удачи. Вторая ошибка – важные дела должны драйвить. Важные дела должны драйвить. Эксперимент. Лена, иди сюда. Это Лена, она живет в Житомире, приехала в Киев на нашу встречу. Кем ты работаешь, скажи, всем? Психологом. Лена, работай психологом. Что занимает 90% твоего времени в твоей работе психолога? Контакт с людьми, консультирование. Я правильно понимаю? Ты слушаешь вот эти проблемы 350 раз, одно и то же. Скажи, это драйвит прямо тебя? Ну, честно, ладно. Твои клиенты поймут. Ну, я… Сколько лет ты уже за это делаешь? Больше 10. Вы понимаете, ну, к чему я веду, да? К тому, что 10 лет делать одно и то же, ну, как бы, такое. Лена – один из лучших психологов в своем городе. Лена – один из лучших детских психологов, семейных психологов в этой стране. У нее есть очень много материалов, литературы, у нее есть чудесный семейный кейс, у нее есть прекрасные результаты. И ее главная работа – это слушать одно и то же 10 лет подряд. И, конечно, ее это не драйвит так, как первый год работы. Вы это понимаете, она не может это произнести, но я это за нее сделаю. Но что Лена делает? Почему она успешна? Потому что Лена себя по пути веселит. Садись, я расскажу теперь людям, как ты живешь. Вот она идет на работу. Она, я не знаю, там, оделась красиво сегодня. Завтра она себе, я не знаю, кофе с лавандой купила. Раньше, как всегда, пила капучино, а сегодня взяла с лавандой. Послезавтра она себе в кино сходила, потом встречу с подружкой себе организовала. То есть она себя веселит по пути. Понимаете, о чем я говорю? Не надо думать, что важные вещи, которые приносят нам доход, делают нам возможность роста карьерного, должны быть приятны. Это не так. Ничего нет приятного, если ты водитель в том, что ты водишь 10 лет. У тебя уже тут эта баранка, понимаете? Ну, это уже, ну, ты просто до автоматизма. Или, я не знаю, там, ты продажник, и ты каждый день людям продаешь, и ты уже знаешь все, что они тебе скажут. И ты уже знаешь, все, что надо сказать после того, что они тебе скажут, все, что они тебе скажут. И это, ну, одно и то же. Что делать? Менять работу каждые 10 лет? Нет, не обязательно. Но можно развлекать себя по пути, и никто вас не будет развлекать, если не вы будете это делать. Знаете, у меня есть один знакомый. Он работает охранником в очень-очень-очень дорогом салоне ювелирном. Я у него спрашиваю, говорю, Коля, как ты, говорю, не умер вообще вот это? В чём твоя работа? Я говорю, слушай, как ты не умер вообще? Столбом просто не упал там. Говорит, Лена, ты не поверишь, у меня научники, все думают, что я типа разговариваю с себе подобными, которые там тоже наблюдают. Говорит, ну на самом деле иногда я просто слушаю аудиокниги. И я говорю, да ладно, я не думала вообще, что люди способные, которые работают в охране, слушайте. Он говорит, ты не поверишь. И он мне давай рассказывать какие-то вещи такие, и всё, понимаете? Коля, охранник, умер в этот момент, родился другой Коля просто. Другой человек, у которого есть жизнь, увлечение, интересы. И я понимаю, что если Коля с образованием физвосп нашёл для себя путь вообще жизни, увлечения, интереса, то, наверное, может это сделать каждый, понимаете? И, конечно, меня такие люди лично восхищают, потому что это невероятный, потрясающий пример. И тогда у меня вопрос к вам, как в вашей обыденной жизни вы можете себе создавать вот такие вот заправки вдохновения, чтобы по пути к тем ежедневным вещам, которые вас вообще не дравят, потому что вы сто лет уже это делаете, вы наполнялись и вдохновлялись. То есть подумайте, это очень важно. То есть важные дела должны драйвить, это неправильно, вы поняли это? Важные дела – это то, в чём вы профессионалы, это значит, что вы делаете это 10 тысяч часов, то есть больше вспоминайте все тренинги про это, да? И ничего тут драйвового нету. Однажды Брайан Трейс, известный тренер по мотивации, сказал, если у вас нелюбимая работа, не надо любить работу, полюбите в этот момент себя. И это очень такой интересный момент. Третья топ ошибка в управлении своей продуктивностью. Послушайте, поставить сразу большие цели. Очень большая ошибка. Наше подсознание, как машина зимой. Вот вы вышли, 5 часов утра, никого нету, благо можно выехать с парковки как человек. И для того, чтобы выехать, вы должны завести и прогреть машину. Для того, чтобы выехать к любой цели, надо прогреть машину зимой. Летом тоже неплохо бы. И вот этот прогрев машины называется «маленькие цели». Вот смотрите, как это у меня. Например, я хочу писать большую книгу. У меня ещё нету вот этого, знаете, сразу 200. Ну нельзя, надо там включить, подождать, пока погаснет вот это, потом там тормоз нажать. Ну целая система. И вот это всё занимает время, это маленькие цели. И я себе говорю, Лена, давай напиши три поста в Фейсбуке. Три поста в Фейсбуке, разогрей, разгонись, настройся. Я себе пишу посты, потом я ещё что-то делаю. То есть я начинаю своему подсознанию показывать, что смотри, ты достигла цели, ты достигла цели. Написать пост, 10 предложений несложно, правда? О чём? А вы знаете, мне уже вообще не важно, о чём я пишу. Люди всё читают, лайкают, комментируют. Пишут, Боже, я так про себя понял. Я просто вообще написала, чтобы, знаете, разогреть машину, а человек пришёл к просветлению по пути. Ну просто как-то так получилось. Вот. Это я к чему? К тому, что сила веры, да, поэтому главное верить. Знаете, как это мастер поднял руку, и ползала поняла смысл жизни. Это про веру. Вот нам с вами такая вера нужна. Вот. И для того, чтобы идти в большие цели, надо себя разогреть маленькими. Вот мы этого обычно не делаем. А вы делаете, потому что тогда вы едете легко. Неправильно сразу газовать, потому что стукнетесь в столб, и, скорее всего, будет откат. Четвёртая ошибка в управлении своей продуктивностью. Работать с постоянным отвлечением. Для меня стало открытием, когда я во время работы стала убирать мобильный свой телефон в другую комнату. В другую комнату. То есть не просто на самолёт, потому что когда он на самолёте, фоточки можно посмотреть. Вообще убирать, потому что вот это движение… Знаете, а обезьяны раньше с палками прыгали, а у нас, мне кажется, вот это вот сейчас движение просто. И я поняла, что это невероятная свобода. Попробуйте убрать все отвлечения, когда вы работаете. У меня есть моя коллега Татьяна Ирко. Что она делает? Она говорит, ко мне приехали родственники, я ушла работать в кафе. Вы представляете, да? То есть она убрала все факторы, которые её отвлекают, настолько, сколько ей нужно. Пошла, сделала работу и вернулась. И ей всё равно, что про неё думают, там у неё есть фокус. Она его сделала, вернулась, и дальше всё хорошо. Нам нужно с вами так научиться. Всем, потому что если нас отвлекает, мы раздражаемся. Пятая позиция. Мы сливаем время в соцсети. Мы должны снизить своё потребление в соцсетях. Отключите все уведомления, все вайберы, все ватсапы. Вот просто отключите, чтобы вас ничего не беспокоило. Моя жизнь стала гораздо легче, когда я убрала, во-первых, звуковые оповещения, во-вторых, я убрала практически со всех сетей, в двух только оставила, ну, картинку вот эту, знаете, что пришло сообщение вот это, мигающее. Фейсбук просто надо вообще, ну, то есть, это ваша жизнь, и она не соцсети. И сейчас мир устроен так, что он делает всё, чтобы мы там жили. И мы уже, оно нас уже пожирает просто. Я думаю, что вы это чувствуете. Поэтому я вам рекомендую, задайте себе вопрос, какие вам реально нужны соцсети. Оставьте две, три. Ну, если вы, ваша работа не связана с ними, моя, например, связана, но удалите всё, что вам не нужно. Удалите все приложения из вашего телефона, которые вас отвлекают. Знаете, вот у меня было, я, когда работала по системе питания, я поставила себе счётчик калорий, и два месяца я ела, считая калории, каждый день. Потом у меня стал другой режим питания, этот мне уже не нужен. И эта программа с калориями пиликала у меня ещё месяц в телефоне. Вопрос. Ну, просто потому, что я не удалила. И это отвлекало моё время. И для меня это стало открытием, что таких программ у меня в телефоне несколько. Поэтому не сливайте время в соцсети. Шестой пункт. Это сейчас будет всех вас огорчить, но простите. Я не обещала, что вам понравится, то, что я скажу. Нельзя брать ноутбук и телефон в кровать. Утром нельзя брать телефон в руки, когда вы проснулись. Вечером нельзя брать телефон в руки, когда вы ложитесь засыпать. Ноутбук нельзя брать с собой. Почему? Потому что вас там нет. Вас там нет. Когда вы в компьютере, ваш ребёнок видит вместо папы шкаф, а вместо мамы тумбочку. Он сирота, понимаете, о чём я говорю? И это не смешно. Мой ребёнок в какой-то момент, когда подходил ко мне, а я что-то там отвечала кому-то, он говорит, мама, я ммм. Мама, ммм. Мама, да. И он подходит, берёт мой телефон, откладывает его, говорит, ему 9 лет. Ну, я понимаю, всё, алис гуд. Всё, ну, то есть это уже капец, это крайняя точка, когда ребёнок тебе говорит, услышь меня вообще, понимаете? И в этот момент мы приняли решение в нашей семье, что у нас на кухне, когда мы едим, у нас без гаджетов, мы просто разговариваем, мы не едим в зале. Ну, то есть мы приняли какие-то позиции, которые дали нам возможность видеть друг друга. Я думаю, вы много сейчас видите в кафе картинки, когда приходят муж и жена, или парень и девушка, или мама и дети, и каждый в своём гаджете. И самый большой прикол, когда они вот так сидят и друг другу пишут в гаджете что-то. Ну, это страшно. Поэтому не надо в самое главное время вашей жизни, это час перед сном, потому что вы себя заряжаете на 7 часов сна, и в этом состоянии потом вы спите. Задача у телефона одна — нас взбодрить и нас включить, потому что гаджет — это место, которое помогает нам успеть, узнать, понимаете, да? И вот вы отходите ко сну. Это время, где надо вообще себя забальзамировать везде, лечь и вырубиться. А мы себя перед этим качаем, а потом говорим, у меня нет сил, у меня истощение, у меня выгорание и всё такое. Почему? Если вы поедете на тренинг к Тони Робинсу на минуточку, консультация, у которого стоит 1 миллион долларов, в час. Первое, что он вам скажет, я разговаривала с человеком, который эту консультацию у него взял, он сказал, ты должен нормализировать свой сон. Я говорю, это то, что тебе за миллион долларов сказали? Да. Я говорю, и как? Он говорит, я ненавижу теперь это Тони Робинса. Я говорю, а в чём проблема? Он говорит, я не могу наладить свой сон, я всё время, ну как бы, это сложно. Ну, я не знаю, как у вас, у меня взяло почти 2 года на то, чтобы ложиться до 10 и вставать в 5. И всё это было постепенно. Я ложилась гораздо позже. И я всё это смещала на 5-10 минут. Раз в 2-3 месяца я уменьшала этот телефон. Это очень занудно, ничего вдохновляющего тут нету. Знаете, часто люди приходят и говорят, Лена Владимировна, вы так вдохновляете, вы так интересно рассказываете. Я говорю, вы не представляете, как я живу? Это нудота. Я каждые 2 часа заполняю дневник. Я каждый четверг хожу на вокал. Я каждый среду хожу на вокал. Это очень нудно, поверьте, когда ты знаешь всю свою жизнь. Но именно это даёт тебе результаты, силы, вдохновение и так далее. Поэтому выберите себе нудоту и наслаждайтесь там. По поводу ноутбука в кроватях и с утра понятно? Утром не берите, телефон в руки до того момента, пока вы не поблагодарили Бога за жизнь, за здоровье ваших детей. Вообще не смейте касаться телефона. Потому что если ваше утро, ваше утро начинается с того, что вы смотрите курс доллара или новости, всё, вы просто, вы живёте в аду. Вы просто думаете, что это называется Киевом. Ну, это ад называется. Потому что не может человек, который утром проснулся, взять телефон и посмотреть в Фейсбук. Это ненормально, понимаете? Ненормально. Этот мир делает всё, чтобы мы не проснулись. Болезни, экология, многозадачность бесконечная. А вы проснулись, вы выиграли джекпот, вам повезло. И очень важно, как мы с этим обращаемся. Нарушенный сон — это основная причина отсутствия энергии у людей. И я вам больше скажу, нарушенный сон связан с зависимостями. Люди, которые не высыпаются, будут более склонны пить, курить, употреблять, использовать очень много гнева в своей жизни. У них будет очень большая апатия, у них будет такое ощущение, что они запутались, потерялись, что они в каком-то круге не могут из него вырваться. Проблема во сне. И она очень большая. Ну, в общем, Тони Робинс не дурак, вывод как бы. Очень умный человек. Седьмой пункт. Мультизадачность. Это ошибка. Важно понять, что когда нам мир этот говорит, что семи руки, восьминог — это нормально, что когда ты варишь борщ, слушаешь аудиокнигу, разговариваешь со своей соседкой в окне и пытаешься ещё делать резинкой упражнения, ну, потому что скоро весна, девочке пришло время, как бы, да? Вот нам мир, вот этот вот весь мир, говорит, что это нормально и так должно быть. Но это не так. Потому что, чтобы с одной задачей переключиться на другую, я говорю, борщ, тут мой ребёнок подходит. Мой мозг затрачивает энергию, чтобы переключиться. И уже после десятого переключения уровень заряда батарейки со сто пятьдесят. Мы думаем, что мы всё успели. Ну, мы умерли уже почти что, но в принципе, да, всё успели. Понимаете? Многозадачность плохо для человека не подходит. Как живём? Однозадачность. Вот сейчас я читаю книгу, это значит, что я всё убрала, сказала, дети, двадцать минут в комнату никто не заходит, мама читает. Всем понятно? Да. Двадцать минут переживёте без мамы? Да, всё, пока. Ушли, двадцать минут вы читаете. Потом вы пошли гулять без гаджета. Потом вы пошли с друзьями разговаривать без гаджета. Очень важно. Однозадачность. Не надо думать, что если вы будете делать одновременно много дел, вы станете счастливыми. Нет. У вас покрашатся отношения, вы потеряете близких людей, в итоге вы потеряете себя. Секреты великих людей, как управлять собой. Готовы? Сейчас очень нудные будут вещи. Наберитесь терпения. Первое — вести дневник. Кто знает, что такое этический дневник, я говорю о нём. Кто не знает, что такое этический дневник, по десяти этическим принципам, нужно загуглить проект САД по изучению десяти этических принципов. И там почитаете. Смысл заключается в том, что вы весь день наблюдаете за своим поведением. И каждые два часа в специальную программу у себя в телефоне записываете, где вы молодец, а где вы холодец. И честно себе в этом признаётесь. И если вы что-то можете изменить, вы меняете. А если ничего не можете, то не обвиняйте себя и говорите, да, это я сделал, Господи, пусть, пожалуйста, в следующий раз я меньше накосячу. И живёте дальше. То есть признаём свои ошибки, признаём свои сильные стороны и живём дальше. Второй успех — это годовое планирование. Как это сделать, мы уже с вами говорили. Сколько раз я отдыхаю, какой доход я имею, где я восстанавливаю силы, какие мои хобби, увлечения. И сейчас будет крутой эксперимент, и мне нужен один доброволец, больно не будет. Это Аня, она приехала из Одессы, у меня есть стол, мне нужно сейчас, чтобы вы все внимательно смотрели на то, что происходит за столом. Вы все видели то, что сейчас будет происходить, но я хочу сейчас, чтобы вы это поняли, понимаете, да, поняли. Внимание на экран. У меня есть банка 10-25 сельпо. И у меня есть вот такие штуки. И я попрошу Аню сейчас взять эти штуки и засыпать в банку. Вы просто смотрите, что Аня делает. У Ани есть мячики белые, она их в банку засыпала. Банка наполнилась, скажите? Она совсем пустая? Она наполнилась, но не до конца. Банка — это наша жизнь. Все понимают, что сейчас у нас в этом теле одна жизнь. Если повезёт, может быть, мы ещё родимся в теле человека. Но если это вы верите в перерождение, а если вы не верите, то ваше дело пахнет керосином. У вас реально одна жизнь. И тогда слушайте очень внимательно. Теперь Аня возьмёт другую банку с горохом и насыпет туда горох. Отлично. Банка стала полней? Да. Можешь ещё потрясти так, по-украински. Ну да, чтобы просыпалась. Отлично. Теперь Аня возьмёт другую банку с песком. Аня уже профессионал, вы поняли, да? Ей же не надо говорить, что делать. Банка стала полнее? Отлично. Давай, давай, давай. Чудесно. У нас есть способность достигнуть всего, что мы хотим, абсолютно всего. Если мы будем мудро располагать своим временем. Скажите, с каждым этапом эксперимента банка наполняется всё больше? Это похоже на то, как мы наполняем свою жизнь? И сейчас мы с вами… Ну, казалось бы, банка заполнена, но есть всегда же ДФХ. Ну, это твоя жизнь, я не знаю. Место для чуда? Смотри, а то кто-то как вычудит, пожалеешь. Я хочу, чтобы вы поняли, что эта банка – это ваша жизнь. Мячики – это то, что действительно важно. Семья, друзья, здоровье, вы сами. Это мячики. Фасоль – это другие тоже важные вещи. Работа, дом, машина. Ваши хобби, увлечения. Песок – это мелочи жизни. Это то, что завтра уже будет неважно. И если первым в банку насыпать песок, то не останется места для мячиков и фасоли. Вы это понимаете? Так и в жизни. Если мы потратим всё время и энергию на мелочи, у нас не останется времени на действительно важные для нас вещи. Обращайте внимание на то, что делает вас счастливыми. Позаботьтесь сначала о важных вещах. Расставьте приоритеты. Ведь всё остальное – это песок. Что же такое вода в этой метафоре? Интересно? Вода обозначает, что неважно, насколько полной может оказаться ваша жизнь. В ней всегда найдётся время восхититься закатом, цветом глаз вашего соседа. Да, посмотрите друг на друга. Посмотрите, посмотрите. Красотой место, в котором вы находитесь, оглянитесь, в каком красивом кафе Киева вы находитесь сегодня. Как бы ни была наполнена жизнь, в нём всегда есть место для радости. Я думаю, что это очень понятный эксперимент. Более чем понятный. И теперь у меня вопрос к вам. Чем заполнена ваша банка? Вот моя 10.25. И ваши есть. У каждого они свои. И я не знаю, что для вас правильно, но каждое утро мы свою банку заполняем чем-то. И теперь я возвращаю вас к своему ежедневнику. Почему у меня 1 января расписано весь год, что я по четвергам хожу на вокал? Потому что обязательно, если я не запишу это до конца года, как кто-то придёт и скажет, Лена, очень важная встреча только в четверг, только во время вокала. Понимаете? Обязательно это произойдёт. Жизнь всё время встречное движение нам устраивает. И всё время врубается в значимые для нас цели. Потому что весь мир хочет, чтобы мы работали на него. Понимаете? А мы должны с вами прежде всего работать на себя. И потому что я себя уважаю, я для себя важные большие мячики в свой грёбаный ежедневник записала 1 января. Постройте для себя энергозаправки. Энергозаправки, я уже рассказывала, это то, что вас драйвит и вдохновляет. Вставайте по будильнику. Это важно. С первого раза. Как только вы начнёте вставать по будильнику с первого раза, ваша жизнь изменится. Знаете почему? Потому что, когда вы встаёте не по будильнику с первого раза, с кровати встаёт унылыш. Но когда вы встаёте по будильнику с первого раза, Ален Делон и Клаудия Шифер встаёт с вашей постели. Другие люди. И даже то, как вы встаёте, это тоже отношение к себе. Это очень важно. И если вы хотите вставать в 5, а сейчас встаёте в 7, вставайте пока в 6.50. Не надо на 5, вы ещё не готовы. И постепенно, постепенно это будет меняться. Если вы подобьёте мужа или жену помочь вам в этом, это будет классно. Если вы не в отношениях, или ваш партнёр этим пока не интересуется, то договоритесь с кем-то, может быть, в этом зале. И скажите, что, смотри, каждый раз, когда я тебе утром не написал, я тебе до обеда 50 гривен на карточку перечисляю. И я вам скажу, самодисциплина очень быстро приходит, прям обнаруживается внутри тебя, даже если её никогда не было. Мне очень сильно помогает. Я отправляю по 10 долларов. Со мной все очень любят дружить. Все говорят мне, «Лену Владимирович, вы там никакую новую привычку не формируете, я готов быть кассой, если что». И знаете, так два раза отправил, раз уже привычка сформировалась. Очень классно работает. Вы должны сами себя, мне не нравится это слово, но я его скажу, наказывать. Ну то есть вы должны самому себе говорить, значит так, не хочешь так, будет так. Но если ты такой баран, пусть хоть другие зарабатывают. Ну какую-то пользу ты должен в этот мир приносить. Ну так мой партнёр хотя бы 10 долларов каждый день получает. Уже ж хорошо, уже не зря живёшь, правда? Ну вот, это очень хорошо помогает. Читай только то, что ты выбрал. Хочу вам немного рассказать о своём Фейсбуке. Я в Фейсбуке не подписана ни на кого из своих друзей. У меня есть пять подписок, которые я читаю. И раз в полгода я пересматриваю людей, которых я читаю. И если по какой-то причине они меня уже не вдохновляют, не нравятся, я меняю этих пять людей. То есть по сути я вообще не читаю ленту. Понимаете? Вы не понимаете, потому что вы читаете. То есть есть люди, которых вы читаете, потому что они очень крутые. Обычно они вас бесят, потому что у них есть то, чего у вас нет. И вот их вы читаете, а больше никого не читаете. То есть себе подобных вы не читаете. Почему? Это вас не развивает. Они на вашем уровне, там нет ничего. Выберите что-то, что вас прямо наполняет. И читайте этих людей. И я вам рекомендую взять себе список книг на год и читать эти книги. А ещё лучше сказать своей подружке, смотри, у меня есть список на год. Вот если я тебе в марте не прислала, что я тебе эту книгу прочитала, 100 баксов тебе отправлю на карточку. Напомни мне 29 марта. Я вам говорю, у меня был такой опыт, я за ночь прочитала книжку. Очень интересная была. Это просто. Не важно, как вы это делаете, важно, что вы это делаете. Понимаете? Это прям крутая игра с собой, не скучно. Неожиданный пункт, но важный. Не переедайте. Голодное тело и голодный мозг работают гораздо лучше, чем сытый и присыщённый. Опять, этот мир учит нас обратному. Вы все поняли, да? Вы знаете, у нас был шок, когда мы прилетели в Германию в субботу вечером. У нас был отпуск семейный. И мы думаем, ну завтра сходим за продуктами. Мы апартаменты снимали, это был не отель. И мы выходим утром, в воскресенье, и всё закрыто. А там тупо магазины, все закрыты вообще. До понедельника. А у нас двое детей и еды нет. И один магазин работает только в аэропорту какой-то, знаете, задрепестный продуктовый ларёк. Ну то есть, а мы как бы даже не знали о том, что надо как-то это посмотреть. И это был, конечно, просто тест-драйв, найти место, где ты можешь вообще хоть что-то поесть. Посмотрите, что происходит в Киеве. В любой день тысячи мест, где тебя готовы накормить, перекормить, закормить, причём едой непонятно какого качества. И в этом проблема. Научитесь не доедать. Это, конечно, разобьёт сердце вашим родителям, потому что они всю жизнь учили вас другому. Но это поможет вам, это даст вам энергию. Двумя самыми главными врагами денег, счастья и самореализации являются следование по пути наименьшего сопротивления и стремления к удобству. То есть, если вы хотите, чтобы было легко и удобно, вы никогда ничего не добьётесь. Потому что классная жизнь — это всегда капец как трудно и вообще неудобно. Очень неудобно. И однажды ты просто привыкаешь, что зона дискомфорта — это и есть зона твоего комфорта. Ну, это как, знаете, тебе прописали очки, и первые две недели очень неудобно. А потом ты ещё выбрала правую красивую и чувствуешь себя вообще потрясающе. Ну, то есть, ты просто сделал зону своего дискомфорта зоной своего комфорта. У меня так со спортом какое-то время было, я ходила в зал, потом я себе купила программу, дома на компьютер поставила и занимаюсь по записям занятий с тренером. Ну, не с живым человеком, по записям. И раз в два дня я занимаюсь, и выглядит это так. Я не знаю, в какое время дня я буду заниматься. Утром, конечно, я не хочу, днём, конечно, я работаю, а вечером это начинается бой в моей голове, потому что я не могу лечь спать, пока я не сделаю. Ну, не могу просто, понимаете? Это для меня важно. И вечером я иду на свой коврик для йоги, как на Голгофу, вот так вот. И со словами «Лена, удиви меня» начинаю эту получасовую убийственную тренировку просто. И после первых десяти минут ты уже понимаешь, что всё, ты должен это добить. И всё равно ты это делаешь. И вопрос, как себя заставить? И я для себя поняла, что если я себя сейчас не изгоню на этот коврик для йоги, для занятий, занятия, то потом, занятие всего полчаса, то потом, через какое-то время, я обязательно, мир мне покажет тех, кто себя на этот коврик сегодня загнал. И он будет выглядеть так, что я буду себя очень плохо чувствовать. И тогда у меня вопрос к себе. Зачем мне ненавидеть людей за то, что они хорошо выглядят, из-за того, что я себя не могу на полчаса загнать на этот коврик для йоги? Понимаете? А я себя знаю, я всё равно буду смотреть на вот этих худых и думать, сколько можно. Ну почему, Господи, ты не можешь обложить их пончиками? Чтобы я жила уже спокойно, и они все поели, и были как я. И это очень просто, чтобы все худые стали толстыми. И совсем не сложно, чтобы все толстые стали худыми. Понимаете? Работа в парах три минуты, и будет у нас короткий перерыв. Сейчас. Полторы минуты в одну сторону. Поставьте себе, пожалуйста, таймеры в часах. И полторы минуты в другую сторону. Только один вопрос, на который я прошу вас дать ответ своим партнёрам. Заодно и познакомитесь. Вопрос звучит так. Какие три вещи за первую половину встречи для меня были самыми важными? Пожалуйста, не с мужем и не с женой, то есть с чужим человеком. Не с мужем, не с женой. Смотрите, как мы будем работать. Будет такой звук, послушайте. Звук, приводящий к счастью. Будет звучать так. Это означает, что вы начали работать. И говорит один человек. Потом, когда колокольчик прозвенит второй раз, вот так, это означает, что первый закрыл рот, а второй открыл рот. То есть второй человек говорит. Хорошо? Договорились в паре, кто первый, кто второй. Первый человек говорит. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо По поводу успешных кейсов Важно, чтобы в течение дня было время, когда мозг ничем не занят Вот неправильное действие, ошибка самоорганизации Это когда мы думаем Значит так, я отвожу ребенка в школу Пока еду назад домой в такси, слушая вот эту аудиокнигу Мою посуду на фоне идет какая-то передача Мне надо ее посмотреть Понимаете, о чем я говорю? То есть когда мы параллельно с одним и тем же делом Пытаемся еще что-то делать И люди путают это с продуктивностью Но это неправильно Потому что если вы все время так живете А мы если заходимся, то мы уже по полной программе живем, так живем Наш мозг очень сильно перегружается Поэтому в течение дня очень важно, чтобы было время, когда вы ничего не делаете Под девизом «Да здравствует сила безволья» Не воли, а безволья И вот прямо у меня это в жизни называется «час безволья» Я могу просто завалиться, не снимая ботинки на диван и гладить кота И мне все равно вообще, звонит мой телефон Но вот просто ничего не делать Очень важно, чтобы у вас было время в течение дня, когда ваш мозг имеет на это официальное право Потому что когда он не имеет на это официальное право, он выбирает себе это время для бездумья и безделья Когда вам обычно невыгодно Понимаете, о чем я говорю? Сейчас будет неожиданный поворот Потому что я так раньше делала Это исповедь, каюсь Думала, что это обман, неправильно Но я так делала А недавно от тренера по самоорганизации я услышала, что так надо делать Она сказала следующее Если вам кто-то присылает какую-то ссылку А оно, знаете, открывается, и ты уже приблизительно понимаешь Это там комедиклаб или там какой-то мультик Ну и ты приблизительно понимаешь, что это не в сфере твоих каких-то актуальных задач Просто не открывайте А если человек спросит, ну как тебе? Вы скажете, я поставил в лист ожиданий, когда будет время, посмотрю Ну то честно говорите И для меня было откровением Сколько времени я сэкономила Благодаря тому, что я не открывала и не переходила Потом я пошла дальше Я перестала читать книжки, которые мне дарят Потому что все книжки, которые мне надо, я себе покупаю А если человек хочет мне подарить книжку То неплохо бы спросить Я, Владимир, вы хотите такую книжку? Ну как бы у вас есть на неё время? Потому что когда мы просто дарим человеку что-то Потому что мы знаем, что ему надо И как ему развиваться Ну это как бы гордыня Это не про заботу Поэтому если вы правда хотите позаботиться Спросите, что ты сейчас хочешь? Может кому-то сейчас классно абонемент в спортзал подарить? Пользуйтесь последними днями коронавируса Очень крутые цены, пожалуйста Подарите всем своим друзьям абонемент на год в спортзал Таких цен не будет никогда Давайте людям то, что им нужно А не то, что вы думаете им нужно Это супер важно Поэтому возвращаемся к теме Не всё, что нам присылают Открывайте, не всё читайте Не надо знать всё Однажды я поняла, что количество фильмов, которые есть в этом мире Книг, которые есть в этом мире Крутых, смешных роликов И даже моего любимого «Голос дети» В мире гораздо больше, чем я за свою жизнь успею посмотреть И прочитать, и послушать Вы это понимаете? И надо смириться Я всё не успею И тогда вы становитесь более избирательны И смотрите, и слушаете только то Что вас действительно драйвит, наполняет и включает То есть я прошу вас стать привередливыми И переборчивыми В той информационной пище, которую вы потребляете И если вам подружка говорит Вот такой крутейший фильм посмотри Для начала вы читаете про этот фильм И если вы понимаете, что на сердце не ложится Вы говорите Я почитала Пока не ложится, может быть, позже Ну то есть очень важно не попадаться в эту ловушку Следующее Важно научиться говорить «нет» себе и всем остальным Научиться говорить «нет» себе супер важно У меня это произошло в медитациях Как только я сажусь медитировать Сразу моё тело начинает сопротивляться Выглядит это так Что такое медитация? Для тех, кто не знает Это способ развить концентрацию Я не улетаю в космос И не обнимаюсь с инопланетянами Медитация — это когда пытаешься заставить свой мозг Сконцентрироваться на чём-то одном Хотя бы пять секунд Потому что мозг, как собака на улице Лает на всё и на всех Мы не можем себя собрать в кучу И самое страшное Я себе представляю, что мои сотрудники компании Вот этим мозгом, которым я принимаю решение Который лает на всех без умолку И не может засредоточиться У людей от этого жизни их зависят Понимаете? Но мне их искренне жаль Поэтому я пытаюсь что-то делать со своим мозгом И со своей способностью управлять своей жизнью Так вот, в медитации Как только я сажусь Может, вы нормальные люди У вас всё по-другому Я ненормальная Мне сразу хочется какать, писать, кушать У меня чешется сразу Мне надо куда-то бежать Что-то вспоминается Надо что-то записать И так далее В моём случае сразу хочется кушать У меня ещё сейчас система питания Я не ем после шести и до десяти Ну и понимаете, что когда ты утром Не ешь уже после шести А у меня по работе получается Что я уже после четырёх и трёх не ем И ты встал в пять утра И ты, конечно, хочешь есть уже Потому что ты ел последний раз Практически двенадцать часов назад И ты садишься в этот момент медитировать И твой живот начинает изображать там вальс Мендельсона Я не знаю, бурчит там, выбурчивает Отвлекает тебя как может И я научилась в этот момент своему телу говорить Дорогое моё тело Я тебя покормлю, потерпеть придётся до десяти Как хочешь Потому что это правило И я с ним разговариваю И когда я научилась со своим телом разговаривать Они там типа Блин, что за мысли, что за бред Все люди, как люди, медитируют нормально Лена, сколько можно? Тебе же столько лет И вот это, знаете, всякое самобичевание Это не работает Надо сказать Потерпи Сама страдаю Я в твоей команде Потерпи чуть-чуть Скоро всё придёт Скоро дам веганские голубцы Которые Маша приготовила невероятные Скоро всё будет Потерпи И вот так вот мы должны научиться Говорить себе нет Вот когда хочется что-то Но вы понимаете, что да, но не сейчас Вот это прямо супер важно Вы должны стать себе хорошим тренером Многие в этом зале Ну, судя по тому, как вы выглядите Я могу предположить, что вы имеете какое-то отношение к спорту Некоторые, я думаю, даже могли бы стать профессиональными тренерами Так вот, прежде чем Что-то думать о каких-то целях в жизни Неплохо бы стать хорошим тренером себе И первый признак, что вы стали себе хорошим тренером Вы покорили свой сон То есть вы организовали себе нормальный сон Вы высыпаетесь Второе Вы не едите, а бы что попало Лучше вообще не ешьте, чем Макдональдс Умоляю, пожалуйста Это гораздо полезнее Второе Это, конечно, ваше планирование на год Важно, чтобы вы понимали, куда вы идёте Если вы не понимаете, куда вы идёте Волна, вдохновение, негативные эмоции Позитивные эмоции других людей Вас затянут в сети И вы будете работать на них Брайан Трейси как-то сказал Пока у меня нет цели Я всегда являюсь рабом Который работает на цели другого человека У которого эти цели есть И это справедливо, понимаете? То есть не надо никого обвинять, что мы на кого-то работаем Мы сами так выбрали И, например, я работала в найме до 27 лет Я работала в найме в компании Я не работала на себя И вы знаете, у меня нет сожаления по этому поводу Это был чудесный опыт для меня какое-то время Поэтому выберите, на кого вы работаете И делайте это хорошо Это очень важно Итак, эксперимент будет про пять обезьян Но ничего личного Юля, выходи, ты тоже нужна Просто мне нужно вам, чтобы вы как бы показали Это красивые женщины Но мне нужно визуально, чтобы это было Итак Учёные провели эксперимент по поводу памяти Которая у нас есть Вы согласны с тем, что у всех у нас У вас вип-зона, вы поняли, да? Наслаждайтесь У каждого человека есть опыт неудач Согласны с этим? Согласны И каждый раз, когда мы ставим какую-то новую цель Опыт неудач внутри В курсе бизнес-состояния потока Я это называю хор славы Вот только вы захотели, например, Лена захотела Возобновить свои права и водить Сразу хор славы внутри меня начинает петь Леночка, ну куда же тебе за руль? Ты же такая невнимательная У тебя всё время кто-то тебе звонит или пишет Ну и вообще, тут две педали и два зеркала Ну и всё, вот это мне, знаете Вот всё, что у меня там не получилось когда-то У меня тоже такой опыт богатый Неудач разных Вот оно мне всё начинает вот так вот Меня накрывать И я ничего не делаю И у нас эта память неудач Капец какая сильная Очень сильная Она гораздо сильнее, чем вера в себя И мы с этим хором славы должны что-то делать Моё предложение — пойте вместе с ним Только в свою песню Как работают на нас наши прошлые воспоминания Взяли учёные пять обезьян Одной обезьяне дали палку И сказали, этой палкой Значит, ну не сказали, а дали палку просто И вот тут наверху висят бананы Обезьяна у нас умная Они посовещались, посовещались И заслали одну, которая палкой идёт Отправляется сбивать бананы И пытается сбивать бананы Отлично У неё получается, она хватает бананы Хватает бананы, раздаёт всем Все едят, ликуют Ликуют В этот момент холодная струя воды Из крана на всех обезьян Все в ужасе, в шоке, трагедии Ужасы, в ужасе В ужасе, отлично После этого так происходит ещё несколько раз Рефлекс Павлова Понимаете, о чём я говорю, да? То есть я раз поводила Мне посигналил сзади БМВ Второй раз я села за руль на вождении Мне кто-то что-то там сделал Третий раз и всё И четвёртый я уже даже не сажусь Даже не сажусь Но это не про меня история, конечно Так, значит, у нас есть пять товарищей Которые успешно достигли цели, сбив банан За это сразу получили И этот опыт у них закрепили несколько раз Потом берут одну из представительниц И убирают И меняют её на другую А потом ещё одну убирают И меняют её на другую Таким образом у нас две новеньких И три стареньких Вот, они уже сразу вошли в роль Две новеньких Не знают ничего про струю воды Ничего У них есть палка И, конечно, как нормальные Они все, да, как нормальные обезьяны Они себя ведут Начинают снова Что делать? Пытаться сбить банан Но старая армия Подходит к этой Но старая армия Помня, что будет Начинают их мочить Эти совершают Ещё несколько попыток прорваться Но старая армия Не пускает их Говорят, что дураки Куда вы прётесь Вообще будет всем плохо Потому что они помнят Что облили не ту, которая сбила бананы А всех Помните, да? Учёные идут дальше Они сажают Третью Четвёртую Женю И сейчас Остаётся одна Которая реально прожила этот опыт И четыре вообще Свежая кровь Ну, две уже полуподбитые, скажем так А два свежая кровь Свежая кровь берёт палку Видит банан Начинает пытаться Старая гвардия Все ей объясняют Ты что, не ходи туда Там плохо, больно Она Несколько попыток Совершив Понимает, что нет Дела не будет Всё Дальше идут учёные Уходит Последний Подопытный На его место Приходит новый Вообще Который просто Вообще Не в курсе Ничего Только родился Пришёл Он, естественно Как все нормальные Хочет Выйти замуж Быть счастливой Машина Дети, квартира Всё как положено Начинает пытаться Эти, которые Вообще Держите её Держите Сейчас водой обольёт Эти, естественно Её говорят Ты что, куда ты прёшься Вообще Ты с деревни Как ты можешь быть Директором компании Коронавирус Кризис Куда ты повышаешь Цены Посмотри на себя Тысяча психологов Вокруг Вообще Как можно Кто ты вообще Такого Смотри на себя В зеркало Ну и вот это всё Вот это вот И ты говоришь Ой, точно Точно Ладно Ладно Что мы с вами Получаем Сейчас Среди этих Пяти Нет никого У кого был опыт Этой неудачи Никого Понимаете О чём я говорю Но они все Свято верят В то, что им делать это нельзя Потому что у них не получится И вопрос к вам Ко всем Где в вашей жизни Сейчас вот эта ситуация Когда вы ни разу Не получали по носу За что-то Но вы этого не делаете Потому что вам кто-то сказал Вам кто-то сказал Что этого делать нельзя У меня есть подружка Она встречается За взрослым мужчиной У них большая разница Там что-то около 12 лет И у них уже такие Глубокие отношения Ему же надо устанавливать Ну как бы семью строить И одна из подружек Ей говорит Другая Говорит Ты что Он такой взрослый Рожать нельзя Рожать нельзя У ребёнка Точно у него будут проблемы И она приходит Понимаешь И говорит мне Лена Владимировна Представляете Я прям задумалась Я говорю Ты вообще Говорю Сейчас я тебе Про пять обезьян расскажу Садись Слушай внимательно Записывай Вы понимаете Да У той Опыта такого нет У этой нет Но и кто-то сказал И она уже одела на себя Это платье Оно ей не идёт Ну как бы Надо же вроде как-то Отреагировать Понимаете Вот этот пример Про то что У Оли нет опыта Я не знаю Там руководства Школой Вообще В другой стране мира Она может это сделать У Лены нет опыта Организации Семейного фестиваля В другой стране мира Ну то есть У каждого У каждой из девочек Нет какого-то опыта Который они ещё Никогда не делали И они могут думать Что это им не подходит Просто потому что Они этого никогда не делали А кто-то делал И не получилось Я понятно объясняю? Спасибо Давайте поаплодируем Нашим героям Героиням Вот это супер важно Чтоб вы это поняли Дальше Очень важно контролировать Промежуточные результаты Промежуточные результаты Сейчас будет Очень не мальчиковый Но очень понятный пример Про похудение Мальчики возьмут себе Нормальные цели Девочкам Так как вас тут 80% Объясню на похудение Есть Сейчас мы возьмём Алёна, Женя, Юля Алёна, Женя, Юля Да Есть Юля Которая допустим Весит Сколько ты весишь? Которая допустим Весит Ладно 80 килограмм Юля весит 80 килограмм Пофантазировали Юля говорит Я хочу весить больше Я изменяю своё питание Юля делает какие-то реальные эксперименты над собой И с 80 за месяц Юля смещается до 77 Юля весит 77, чувствует себя героем, супер классно Я показываю вам путь к цели Потом проходит второй месяц Юля ещё получается у неё 77 на 75 75 И тут Инна Только это И тут происходит трагедия Называется свадьба родственников в селе И тут Приглашают на свадьбу А вы ж знаете, да Что на свадьбу Если тебя позвали в село И ты там что-то не ешь То у тебя спрашивают Тебя что спит У тебя рак Ты болен Тебя прокляли Что ты не ешь А что ты не пьёшь Вообще Ты нас не уважаешь И вот это просто история Психологическая травма И ты должен стать человеком Своей семьи И объяснить Что ты не ешь После шесты Вообще Что это за бред Вообще Ты прекрасно выглядишь Сто килограмм Никому ещё не мешали Не жить И в общем Свадьба в деревне Понимаете И вы понимаете Что вы не справитесь С этим всем И вы в общем Эту свадьбу Принимаете решение Есть Как все едят Потому что Так дешевле для психики То есть Чтобы не умереть психологически Вы убираете Есть И вы Помним Да 80 77 75 И вы Вы После свадьбы Давайте Станем так Чтобы вам было понятно Да Ты чуть назад И вы После свадьбы Вот вы уже Были классные И после свадьбы Возьми её за руку Вы возвращаетесь На уровень 75 На уровень 75 Вы хоть Вы хоть Вы хоть То есть Вы за свадьбу За 5 дней Вы же понимаете Украинская нормальная свадьба Один день не празднуется Это же всё Под традицией должно быть И вы за эту свадьбу В общем Набрали 2 килограмма Вы вернулись На предыдущий рубеж Если вы глупый человек Вы плачете Страдаете И едите С горя дальше Но если вы умный человек Вы ходите на эти мудрые завтраки Вы слышите эти вещи Вы пытаетесь понять Как это работает Вы говорите Хорошо, что не 77 А всего лишь 75 То есть я не оказался на 80 Я не оказался на 77 Я набрал всего лишь пару килограммчиков И я возьму себе остановочку То есть я даю себе право Пару неделек адаптироваться На этом весе Успокоиться Я себя не мочу Слышите меня? Я себя не мочу Говорю Да, так сложились обстоятельства Господи Слава Богу, что все уже поражены В моём роде Хорошо, что свадьбы закончились Всё Слава Богу Ближайшие полгода Никто не женится На Кристины я не хожу Просто Ладно И после этого момента Восстановившись Какое-то время После психологической травмы Свадьбы Вы Опять начинаете делать То, что вы делали И в какой-то момент Вы отпускаете свой прежний вес И снижаетесь ещё Но это возможно Только если вы Проиграв один рубеж Радуетесь Что вы не здесь И не здесь А всего лишь на один рубеж Вы вернулись назад Понимаете? Невозможно за неделю Набрать 5 килограмм Я не знаю, что надо сделать Чтобы за неделю набрать 5 килограмм Но, наверное, возможно Я не пробовала Нет такого опыта И так во всех целях Если вы чуть-чуть Откатились назад Надо дать себе поддержку И снова продолжить работу Это называется Метод рубежей Понятно? Понятно Аплодисменты девочкам Этот пример в своём курсе Самомотивации Самоменеджмент Приводит Радислав Гондопас Теперь будет пример для мальчиков По-справедливому Согласны? Согласны Жил-был мальчик Допустим, звали его Максим Максим, в принципе, не алкоголик Но иногда он выпивает Работа у него тяжёлая И он может там Где-то с кем-то иногда В общем, в течение недели Иногда где-то что-то он выпивал И вот он понимает, что Ну, походу, у него зависимость Потому что он не может Неделю не пить И какой-то друг ему говорит Слушай, так у тебя зависимость Ты не можешь неделю не пить Он говорит Я могу неделю не пить И он заводит себе в телефоне программу И понедельник он не пьёт И он пишет себе букву М Он не пьёт вторник И пишет себе букву О Он не пьёт среду И пишет себе букву Л И потом его друг Вдруг узнал что его сократили на работе, он его говорит, поехали, мне надо с тобой поговорить, и они сидят до полвторого ночи, и, естественно, они пьют, и он приходит домой утром, понимает, что он выпил, он стирает в своём телефоне букву М, О и Л, и начинает с пятницы сначала. Вот пятница он не пьёт, он пишет букву М, субботу он не пьёт, он пишет букву О, с воскресенья он не пьёт, он пишет букву Л. Короче, он не пьёт, четверг, и у него уже написано молодее, и вот остался последний день, это четверг, то есть это будет ровно неделя, как он не пьёт, то есть он почти выиграл пари. И тут приезжает его друг из другого города, знаете, как бывает, одноклассник, ну что-то неожиданно происходит, и собрались пацаны, естественно, пацаны что делают? Радуются и празднуют, и появляется как-то бутылка на столе, и хорош, ну это хорошая компания, это не такая, что прям вредная-вредная. То есть это такой, скажем так, не самый крупный вредный алкоголь. И все пьют, естественно. И ему говорят, слушай, Максим, давай, ну посмотри, Пашка приехал, надо, ну что ты как это? Знакомая, ребята, ситуация, да? А он говорит, ребята, вот даже не упрашивайте, у меня сегодня день Се. У меня сегодня день Се, я буду всё делать, но пить не буду, я замахался, я 6 дней на это работал, я не буду. И он им рассказывает, что такое день Се, и когда он приходит вечером домой и дописывает эту Се, он понимает, что кто молодец? Он молодец. Как он себя чувствует? Понимаете? И это очень важно, когда вы такие вещи делаете. Его следующий рубеж — это два раза молодец. Его последний рубеж — это три раза молодец, 3 на 7, 21, время формирования привычки. Помните, да, это? Это очень важно. Играйте в молодец. Девочкам, если слово молодец не подходит, найдите, что вам подходит. Есть варианты для девочек? Умница. Ну вот выберите, что там вам. Что-что? Идём дальше. Упражнение по восстановлению системы личной мотивации и дисциплины. Мои рекомендации такие. Регулярно оставляйте дома телефон. Я играю в игру «Ой, случайно забыла». Ну, конечно, я не случайно забыла. Но себе я это так объясняю. Не нужно говорить «да» по умолчанию. «Ой, слушай, так хочу в кино. Хочешь со мной?» «Да». «Ой, слушай, надо сделать то-то. Хочешь со мной?» «Да». Не нужно говорить «да» по умолчанию всем. Ну, вы не… Ваше имя не «да». Научитесь отказывать тому, что вам не подходит. Когда вы что-то делаете, создайте рабочие условия, что помогают вам не отвлекаться. Не держите телефон на столе, когда работаете. А вот следующий, необычный. Чередовать расслабляющий отдых и активный. У нас обычно отдых — это когда мы пришли, положили своё тело на диван и говорим «всё, я отдыхаю». Но это неправильно, потому что это просто нам надо поспать. Очень классно, когда у вас есть активный отдых. Идеально, когда у вас есть активный отдых с кем-то. То есть, например, вы пара, допустим, вы берёте ещё какую-то пару или друзей своих и куда-то выезжаете. И если они реальные, ваши друзья, настоящие, они вам такие нервы сделают. Они возьмут туда шашлык, шахматы. Они возьмут туда какие-то психологические игры невероятные вообще. Будут вас доставать, заставлять, стимулировать, бегать с вами. Там, не знаю, бадминтон кто-то возьмёт. Ну то есть будут какие-то вообще неожиданные вещи и проблемы, которые вам придётся решать. Поэтому не надо просто спать. Это не работает. Надо переключаться правильно. И, например, летом я живу на Левобережной. У нас там есть набережная. И каждое лето, каждый день летом в 6.15 я хожу на спортплощадку и занимаюсь там на воздухе. И в какой-то момент об этом узнали мои друзья. И они стали приезжать. Я не знаю, во сколько они встают, что они в 6.15 приезжают. Ну, в общем, странные люди. Потом люди, которые там просто гуляли, стали подходить и говорить, сколько стоит. Это очень смешно было. Мы говорим бесплатно. Они такие, в чём подвох? Секта. Это очень смешно. Это очень смешно. Поэтому, если вам нечем заняться, летом в 6.15, добро пожаловать. Окей. Вещь, которую я хотела вам показать ещё сегодня. Есть чуть-чуть времени. Есть то, где вы сейчас. И есть то, куда вы хотите прийти. Это понятно? Есть силы, которые вас поддерживают. Тут становитесь. Которые вас поддерживают для того, чтобы вы шли, куда вы хотите. И есть силы, которые встречное движение, которые вас не пускают для того, чтобы вы шли. И вот эти силы, которые не пускают, их сложно предсказать, запланировать. Что-то можно предсказать, но больше их часть нельзя. Вот наша с вами задача — понять, что они будут всегда. Вы понимаете, о чём я говорю? То есть помехи будут всегда. Не надо ждать, что будет легко. Но не надо готовиться к сложностям. Будьте просто в моменте. Ваша задача усилится вот здесь. То есть вы должны сказать, что у меня есть. Классно. У меня есть моё здоровье. У меня есть мой опыт. У меня есть моя семья. Что мне нужно сделать, чтобы усилиться? Да просто помнить об этом, понимаете? Просто помнить об этом. Вот кто-то из вас на мудрый завтрак сегодня пришёл с другом. Кто-то пришёл с мужем, с женой. Это круто. Вот вы сегодня усилились. Вы усилили вот эту свою часть. И теперь посмотрите, как вот эта бедная Женя, уже унылая, понимаешь, что у неё шансов zero, ноль вообще нету. И вот эта банда в полосатых купальниках, как себя чувствует прекрасно, понимаете? И мы говорим, что когда мы находимся в связи со своими ресурсами, мы всегда легко проходим. И тогда вопрос для вас. Как вы, самое сложное слово в жизни, помните о своей силе? Вот всё, что нам нужно, чтобы силой воспользоваться, это помнить о ней, да? Мне очень помогает, например, когда я в течение дня несколько раз вспоминаю о своих детях, просто молюсь о них. Очень сильно помогает. Мне очень сильно помогает, когда партнёр, если он есть у вас, да, он вам просто позвонит и спросит, как дела. И я прошу всегда своих партнёров, чтобы они мне звонили и как-то были рядом. И я это чувствую всегда. Или, например, когда мне хочется поддержку от друзей, я могу им написать и спросить, как дела. То есть это ваша задача — придумать, как вы помните про свою команду. Вы — это команда. Вот эти ребята, они меняются всё время, они поодиночке всегда приходят. Если их больше, вы тут усиливаете. Вот тут усиливать можно бесконечно, понимаете? Я работала в одной компании. Мы искали способ, как напоминать друг другу о силе. И знаете, что ребята сделали? Они принесли фотографии своих мам и на дверях входа в компанию сделали калаш из фотографий лиц своих молодых мам. Представляете, ты каждый день заходишь на работу, и тебя мама благословляет. Классно? И все знают, где твоя мама на этой фоточке. И это приятно. Это как-то прочеловечное. Понимаете? Это как-то прочеловечное. Подумайте, кто ваша команда и как вы её помните. Это самое важное. Вот если вы это сегодня хотя бы поймёте и сделаете в жизни, ваша жизнь изменится. Давайте поблагодарим наших героев. Спасибо. 2021 год для меня, спасибо, начался тем, что мы приняли решение построить место, где мы можем проводить вот такие завтраки на природе и в тишине, среди сосен, где мы можем отдыхать и не спешить. И мы нашли такое место. 9 апреля нам нужно купить это место. Мы сейчас собираем активно средства. Мы назвали его Наландом. И когда-то очень давно, когда Тибет расцветал, там был университет, и там учили всем знаниям и всем религиям, которые только были. То есть в Наланду приглашали самых сильных учителей по всем наукам. И посмотрите, пожалуйста, на эту открытку, на эти сосны. Это реально фотография этого места. И сзади есть место. И там написано «Мечтам сбываться». Вот представьте, что у вас сейчас на лбу священное помазание, и всё, что вы напишите, произойдёт самым правильным для вас образом. Берите в руку ручку. Вдох-выдох. Подумайте о том, что вы там напишите. Вы напишите о себе, о вашей семье, о вашей стране, о вашей компании. Нет правильного. Есть то, что для вас сейчас правильно. Напишите, что вы хотите. Прямо на открытке. Это для вас. И её можно будет себе оставить навсегда. Если кто-то не может написать на открытке, потому что он хочет другу подарить, я вам вторую выдам для друга. Напишите на своей, пожалуйста. «Я хочу». И завершите фразу «потому что…» И попробуйте сами себе объяснить, почему вы достойны, чтобы эта мечта сбылась. Почему вы этого хотите? Я всегда пишу, потому что я так решила. А вы напишите, как вы хотите. Если не знаете, что писать, спешите у соседа. Мы к вам подсадили нормального человека. Проверенного. Пишите из сердца. Пишите, как будто вы сейчас уже хороший человек. И ничего никому не надо доказывать. Если рядом с вами есть человек, который вас любит, значит, он видит в вас свет, который вы, может быть, ещё не видите. Пока есть хоть кто-то, кто вас любит, у вас есть шанс. Написали? Когда вы придёте домой. У нас у всех есть алтарь. У кого-то это иконы, у кого-то это что-то другое. Какое-то священное место в доме. Найдите этой открытке там место. Мне нравилось, знаете, у меня, когда я была дома у родителей, стояли иконы на рушнике. И я всё, что для меня ценное, под рушнику так вот. В общем, найдите место для этой открытки и поселите её в своём доме. Мне кажется, что место, которое сейчас создаётся, оно очень особенное. Если вы сегодня здесь, значит, вы как-то к нему причастны. Я сейчас скажу странную вещь, но примите как… Услышите просто как сказку. Я скажу, что вы даже там уже были. Разрешите себе просто жить, не добиваясь успешного успеха. Найдите сегодня слова, чтобы сказать себе, что вы хороший человек. Без всяких достижений, просто по праву рождения. Подумайте о том, что неплохо бы поставить какие-то цели. Сначала маленькие, потом побольше. Попробуйте быть бережными к себе. И к тем, кто рядом. И подумайте о том, что очень важно смотреть на ваших партнёров, жён и мужей, как будто они очень особенные. Это им помогает, когда вас рядом нет. Психологи проводили эксперименты, установили, что когда нам плохо, подсознание интуитивно поднимает взгляд любимого человека, чтобы не упасть. Поэтому не лишайте своих родных и близких этих воспоминаний. Смотрите на них с любовью. Это всё, что я хотела вам сказать сегодня. Умоляю, не мочите себя. Поддержите себя. Хорошо? Поддержите себя. И станьте примером для других. Я смотрю на тех, кто ходит на мудрые завтраки не раз, а прямо ходят системно. И я, положив руку на сердце, могу сказать, что вы видите, что вы меняетесь. И вы видите, как люди смотрят на вас. И вы видите, что вы пример. И я, конечно, не говорю, что это результат только мудрых завтраков, но это результат вашей работы над собой. И мне приятно, что это пространство причастно к этому. Спасибо, что позволяете быть свидетелем ваших изменений. Это смысл моей жизни. И для меня это очень важно. Спасибо, что пришли сегодня. Спасибо. 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 Спасибо.